Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИЯ. США запускают производство новых истребителей, поскольку опасаются конкуренции с российским Су-57. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. На вооружении военных воздушных сил США появится истребитель поколения 5-минус, названный F-36 Kingsnake. Об этом сообщает американский портал Popular Mechanics. Как отмечается, новый самолет получит турбореактивный двухконторный двигатель F-119 с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, которым оснащен действующий истребитель пятого поколения F-22 Raptor и радиолокационную станцию AN-83 с активной фазированной антенной решеткой, которая используется на F-16 Fighting Falcon. Авторы материала отмечают, что самолет отвечает основным требованиям, которые военные воздушные силы США предъявляют к истребителю, предназначенному для замены F-16 Fighting Falcon. Согласно Popular Mechanics, F-36 обладает всеми свойствами истребителя пятого поколения, кроме малозаметности. В частности, концепция предполагает использование ракет классов воздух-воздух и воздух-земля, размещенных во внутреннем отсеке и на внешних подвесках, а также авиационных бомб. Впрочем, как отметил корреспондент и военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, в действительности планы США по выпуску нового истребителя связаны вовсе не с F-16. США уже давно говорят о необходимости создать новый истребитель. Сейчас вот заявили о замене F-16, однако я бы не воспринимал эти слова столь буквально. Конечно, официально он станет заменой именно F-16, но на деле будет призван для того, чтобы скрасить провал с их самым лучшим в мире истребителем F-35. Это чудо техники, я напомню, вышло в свет недоработанным. У него насчитывается 900 наработок, в связи с чем производство этих самолетов сейчас, как известно, прекращено. На их качество обращают внимание и покупатели, которых сегодня насчитывается более 20 стран. Более того, в разработку истребителя вложили свои средства 9 государств, поэтому выпутываться из этой ситуации как-то надо, объясняет эксперт. По его словам, американские генералы, возможно, не стали бы так нервничать, если бы на мировой арене не появился российский истребитель пятого поколения, Су-57. Как отмечает Виктор Литовкин, отечественный самолет уже превзошел по своим возможностям такие передовые американские истребители, как F-22 и F-35. Су-57 лучше американских конкурентов во всем, начиная от боевых возможностей и заканчивая соотношением цены и качества. У нас мощнейший радар, сверхманевренные двигатели, у нас, наконец, нет недоработок. И американцы понимают, что с полноценным выходом наших истребителей на рынок мы получим ощутимое преимущество, получим новые заказы. Конечно, США без контрактов тоже не останутся, по крайней мере, в рамках НАТО, на их продукцию будет оставаться повышенный спрос. Но в том, что касается остальных стран, их позиции уже не будут столь уверенными, объясняет Литовкин. Именно поэтому, уверен военный эксперт, сейчас США в спешке ищут варианты замены своим флагманам, которые можно будет сделать главным американским истребителем на экспорт. В противном же случае успехи российских Су-57 отбросят США далеко назад. Этот новый истребитель F-36 формально будет заменой F-16, но по факту на рынке он станет вместо F-35. Именно на него и будет делаться основная ставка в будущем. Истребитель станет главным экспортным вариантом. Да, это будет несколько усеченная модель по сравнению с другими самолетами пятого поколения. Но, как говорится, хоть что-то. Безусловно, это повлечет новые расходы. Сегодня все самолеты такого уровня дорогие. Невозможно будет найти замену по более дешевой цене, и только на все конструкторские работы уйдет сумма в 60, а то и выше миллиардов долларов. Немалых средств требует их производство и эксплуатация. Тот же керосин, который должен быть абсолютно чистый. Боеприпасы и бортовое радиоэлектронное оборудование также стоят очень дорого. Выпуск же целой серии обойдется в сотни миллиардов. Но если хочешь оставаться в гонке, нужно тратиться. Резюмирует Виктор Литовкин. А что думают наиболее продвинутые зрители канала ТопАрми? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь. Всем пока.